В этом обзоре я покажу швейцарскую зажигалку Torrens Reflame. Купил эту зажигалку через сайт ebay во Франции в июне 2017 года. Вес зажигалки составляет 56 грамм. Как обычно в конце ролика я добавлю фото с весом зажигалки. Таких зажигалок у меня две штуки. Эту зажигалку я показывал ранее. В предыдущих роликах вы легко сможете найти видео с этой зажигалкой. Там я просто ее показывал и ничего не рассказывал о ней. Если зажигалки поместить рядом друг с другом, то выглядят они как две сестры-близняшки. Но есть некоторые отличия, о которых я расскажу по ходу ролика. Из этих двух зажигалок больше мне нравится вот эта все-таки. Состояние у зажигалки идеальное. Корпус у нее латунный с хромированным покрытием. На корпусе зажигалки нанесено гелиширование в виде мелких волнообразных полос, расположенных вертикально. Ну и в совокупности эти полосы образуют интересный чешуйчатый узор. На этой стороне зажигалки нанесено точно такое же гелиширование. И кроме этого, здесь еще имеется выделенная область в виде прямоугольника, предназначенная для нанесения гравировки. Как видно, в данном случае у этой зажигалки область уже использована. То есть на ней нанесена гравировка. Зажигалку я покупал именно в таком виде. Гравировку делал не я, она уже здесь была. На нижней части зажигалки имеются надписи. Арифлейм это название модели зажигалки. Торренс это фирма, которая производила эти зажигалки. Чуть ниже свистмады, сделанных в Швейцарии. И брит-панцет означает британский патент. Номер его 378-356. Несмотря на то, что у зажигалки имеется британский патент, эта зажигалка была предназначена для французского рынка. Вот здесь на спусковой кнопке, очень мелкими буквами, нанесена надпись FAP SUIS. Это на французском языке означает «везено в Швейцарии». С этой стороны на кнопке имеется изображение петушка. Это национальный символ Франции – гальский петух. Зажигалка по системе полуавтоматическая. Чтобы ее зажечь, нужно нажать спусковую кнопку. У спусковой кнопки имеется свой стопор. Служит он для того, чтобы, когда зажигалка находится в кармане, не произошло непроизвольное открытие и сгорание зажигалки. Если просто нажимать кнопку, то видим, что ничего не происходит. Для того, чтобы ее нажать, нужно предварительно сдвинуть вот этот стопор. Стопор подпружиненный. Сделан довольно удобно. То есть при нажатии он уже время и сдвигается. Когда кнопка нажимается, при этом снимается блокировка с крышки, закрывающая фитиль. И крышка поднимается под воздействием пружины. Прокручивается колесо, высекающее из круга, и фитиль загорается. Зажигалка остается в открытом положении и продолжает гореть. Чтобы ее погасить, нужно опустить крышку, закрывающий фитиль. При этом, когда крышка опускается, спусковая кнопка возвращается в свое прежнее верхнее положение и фиксирует эту крышку. Обслуживая зажигалка, здесь проблем особых нет. Единственное, что для удобства лучше здесь воспользоваться отверткой или монеткой. Чтобы заправить зажигалку, нужно выкрутить вот эту заглушку. и прописать вату бензина. В заглушке имеется дополнительное место для хранения в отраслому кремнию. в корпусе заглушки имеется микроскопическое отверстие. Вот его видно сейчас светится. Служит он для того, чтобы при нагреве в зажигалке не скапливались весь лишний пары бензина. После заправки эту заглушку нужно просто заглушить обратно в корпус зажигалки. Это винт, поджимающий кремень. Чтобы поменять кремень, нужно винт этот выкрутить. Смотрите, сколько много. Сюда в кремниевую трубку вставляется новый кремень. И винт закручивается обратно на свое положение. Ну и быстренько об отличиях. Если у этой зажигалки имеются надписи «Арифлейм», «Торренс», «Свисмада» и «Патент», то у этой зажигалки патента нет. Просто «Арифлейм», «Торренс» и «Свисмада». И у этой зажигалки на спусковой кнопке имеется надпись «ФАПСУВЕС» и с другой стороны «Петрушок». У этой зажигалки никаких надписей и изображений на спусковой кнопке нет. Впрочем, то и все отличия. Подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось, ставьте лайки. Чтобы не пропустить новые мои ролики, нажимайте колокольчик, тогда получите уведомления о новых моих роликах. в том случае, если вам не понравилось, ставьте дизлайки. Всем удачи! «П contextual» У нас тем не менее, если вам понравилось и показалось, что вам понравилось. тоasilian подробно сделать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...